Следующего спикера, я думаю, отлично представит нам Председатель Черноморского союза архитекторов, профессор Международной академии архитектуры Василий Горбунов Мне очень приятно представлять этого человека, это мой учитель Это тот человек, благодаря которому я стал архитектором Студенты, которые до сих пор он преподает, на видео записывают его лекции Алексеев Сергеевич Несколько официальной информации советник Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Спасибо большое за представление У нас с Василием Владимировичем общая любовь от архитектуры Понятное дело, что мы привержены своей профессии И у меня сегодня нелегкая задача, потому что то, о чем я хочу вам рассказать Обычно читается в течение двух семестров Словно говоря, это 32 лекции, это достаточно напряженно и сложно И я попытаюсь кратко рассказать некоторые вещи Но поскольку Российский Владимирович сказал, что не надо вдаваться в такие теоретические тонкости Мы немножечко изменили сегодня формат Заявлено было сообщение о так называемых конвергентных зонах Сразу скажу, что эта тема, она пиковая такая, исследовательская Мы ее коснемся, но я бы хотел начать свое выступление с общего представления Так, чтобы мы с вами говорили сегодня на одном языке Речь пойдет о том, что архитектура эволюционирует, трансформирует На протяжении практически многих тысячелетий Ну, скажем так, последние две тысячи лет после Рождества Христова Она пришла к совершенно новой, качественно новой ситуации Случилось это в начале 20 века И, собственно, историю архитектуры всегда преподают традиционным способом Европейцы такие губкоцентристы Есть европоцентристский подход к истории архитектуры А вот в 20 веке сформировался совершенно новый подход Ну, это связано с работами Тойнби Это связано с тем, что архитектура наконец-таки осознала себя на глобальном уровне Речь идет о чем? О том, что традиционная архитектура преподается как смена стилей определенных И все это формируется, вся вот эта Европа, европейская традиция, она формируется вокруг Средиземного моря С чего начинаем обычно? С древнего Египта И Египет это первая отправная точка в европоцентристской традиции изложения Естественно, что после Египта следует античность Античность делится на две части Это традиционно древняя Ореция, они наследуют древний Рим И после падения Древнего Рима идет эпоха Средневековья Опять же, в той же Европоцентристской традиции Когда Средневековье делится на два больших этапа Это то, что возникло на развайнах Римской империи Так называемая романика А потом идет совершенно новый, фантастический новый стиль На излете Средневековья Это лотика Лотика уступает место совершенно новому этапу И мы с вами в нем живем Это эпоха, которая называется новое время То есть это возрождение изначально Возрождение наследует барокко Затем классицизм И мы приближаемся к самой такой близкой к нам эпохе Это эклектика после классицизма, эклектика 19 века Эклектика имеет ряд этапов, не буду в этом углубляться Но завершается эклектика особой совершенно эпохой Которая как бы переходная ступенька к нашей современности Это модерн Вот модерн это совершенно отдельная ступенька И собственно он наследует эклектики А потом органично переходит в область современной архитектуры Ну вот Пролистаю все, что я сказал Но завершая Это вот архитектура древнего Египта Совершенно потрясающие памятники, которые остались от этой эпохи Собственно самое начало Дальше симметрия Управляющее начало это Греция и Рим Управляющее начало это симметрия Это второй этап собственно Ну и затем Рим А собственно мы уже перепрыгнули с вами в эпоху возрождения Это опять же все темы симметрии барокко Ну и симметрия как управляющее начало распространяется по всему миру Если мы говорим о распространении каких-то общих правил То это безусловно симметрия, которая присутствует и в Камбодже И в Японии, и в Китае, и в Индии И тоже выступает как управляющее начало Грандиозный комплекс, который был построен в Камбодже Это Индия, известные примеры Это уже мы перепрыгнули на другой континент Тоже симметрия, это пирамиды Астеков и Мария Это Китай Япония И классицизм как спиток тысячелетних трансформаций Ну и конечно мастер номер один Это Андрео Палладио, который заложил европейскую традицию классицизма Как универсальный язык архитектуры Он настолько универсальный, что он не оставляет нас до сих пор И продолжает возникать все новые объекты в этой стилистике Ну самая знаменитая его постройка Одна из самых знаменитых это вилла Паскари Которая поставлена на природе И которая собственно формирует язык классицизма Она не всефасадная У нее разные фасады по отношению к природному окружению И его шедевр это вилла Ротунта Это здание номер один из наследия Палладио Потому что абсолютно симметрично Крестообразное в плане С удивительными интерьерами Сразу скажу, не живыми Потому что это ближе к храмовой архитектуре Однако это жилье Достаточно четко говорит о построении Уже Венеция то же самое А здесь на уровне фасадов Те же самые управляющие воздействия Сан-Джо-Джо в Венеции В Венеции мы еще коснемся В области конвергентной архитектуры Вот обратите внимание Что фасад выступает как декорация Другой организм Что называется Это знаменитый театр Вот знаменитый театр Олимпия Тоже принадлежащий Адрея Палладио До сих пор он эксплуатируется Как театральное здание Там он воссоздал фрагменты города Иллюзорного на уровне сцены Вот то богатейшее наследие Которое собственно формирует Европейскую традицию Внешне выглядит просто как развалина Как катакомба Но внутри вот такой поразительный интерьер Ну и собственно Мы совершаем прыжок в современность Отличие от той архитектуры Которая нас сейчас сопровождает И которая называется современная Это архитектура Которая основана на космических отношениях Это архитектура, которая основана На законах гравитации Вот это главное отличие от классической архитектуры И здесь очень важно Как отдельный объект в пространстве И как он с этим пространством взаимодействует Вот этого на протяжении двух тысяч лет Мы с вами не встретим ни в одной архитектурной традиции И собственно теперь можно перейти К основной нашей теме Вилла Сау Кваси Это как раз как и начало Плюс башня Татлина Совершенно сумасшедший наш Современник Двадцатого века Человек, который влюблен был в Париж И который специально Нарядился бандуистом Не умея играть на банду И поехал сопровождать нашу выставку Только с одной целью Чтобы посмотреть И смотреть и как она на него повыит Вот что получит в итоге Это спирально Одна из самых сложных В мировой архитектуре Конечно она сохранилась только В макетах, фотографиях Недавно вышла книжка С графической реконструкцией Невероятно сложной Вот этого здания И самое страшное Если бы его оплатили Там, где хотел его поставить Татлина Хотел он его поставить Возле стрелки Васильевского острова И Питер был бы просто разрушен Это просто гипермасштабное сооружение Более 400 метров в высоту И естественно в классическом окружении Петербурга Это был бы просто взрыв Вот как бы это выглядело Обратите внимание На масштаб здания Питера По сравнению с вот этой орудиной Которую Татлин хотел поставить в центре Мало того, что она сложная Спиральная конструкция Так она еще и наклонная Это была такая пушка Которая стреляет в небо В нем там было множество затей Связанных с новой архитектурой Плюс к тому вы знаете Что это кинетическая архитектура Первый пример У него четыре здания Встроенные в эту конструкцию Вращались вокруг своей оси Нижнее здание совершало Один поворот в год Второе здание в виде пирамиды совершало Один поворот в месяц Потом следующий Один поворот в неделю И так далее И так далее Плюс еще на небо он хотел транслировать Какие-то тексты, изображения Ну очень популярное здание Оно нашло отражение в мировой архитектуре У меня есть несколько примеров Как это повлияло На неокрепшие мозги архитекторов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!